Всем привет! Сегодня к вам с новым видео. Сегодня мы с вами будем делать простой, быстрый, длительный макияж, минимум, для меня, по крайней мере, минимум косметики, которые я делаю практически каждый день. Также было очень много, очень много это два, в моем понимании, не два, но чуть больше, чем два, вопроса про брови, как и чем я оформляю свою бровь, все покажу, расскажу. И также сегодня будет очень крутая губокомбинация, которую я в последнее время также очень часто использую, и много вопросов по поводу этой комбинации получаю, поэтому все вам покажу, расскажу. Если вам интересно, естественно, оставайтесь и давайте начинать. Поехали! Итак, как я вам сказала, сегодня, так как были вопросы про брови, сегодня с бровей начнем. Брови я оформляю двумя продуктами, но я не могу сказать, что ни один, ни второй на данный момент являются моими самыми любимыми. Самый любимый мой гель для бровей это LN Pro. Где ты? Где же ты где? Вот такая упаковка. Это у меня, наверное, четвертая, либо пятая упаковка этого геля. У меня полностью закончился, и, к сожалению, сейчас его нет возможности нигде заказать, его нет на Wildberries, я не могу его найти ни в одном магазине, поэтому, да, поэтому без него я просто как без рук, можно сказать. Но, тем не менее, приходится искать альтернативы. Также на Wildberries заказала себе вот такой недавно, но это уже недель, а скорее воск для бровей. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Он также очень неплохой, когда погода не слишком жаркая. Если жара, то все, мои брови сразу спадают, и он их не держит, но если погода, так скажем, до 22 градусов, то тогда еще можно с ним походить. Все остальное мои брови не фиксируют вообще, даже те продукты для бровей, которые очень хорошие отзывы. Я вот недавно купила, попробовала, сейчас я вам покажу, у меня вообще для бровей гели целая коллекция, потому что я никак не могу найти хотя бы что-то похожее на LN. Еще один гель от LN, который мне меньше нравится. Evelyn Brown Go ничего не держит, точнее не держит, но не так хорошо, как LN. Брови начинают двигаться, плюс здесь глянцевый финиш. Еще один супер продукт, как все говорят, от Luxe Visage под названием Brow Superfix, такой в прозрачной упаковке. Это как будто их обновленная линейка и более сильная линейка гелей для бровей. Здесь суперсильная фиксация, вообще ничего не фиксирует. Прям вообще брови ровно час зафиксированы, и потом спадают, плюс также есть глянец. Поэтому привычные средства мои жесткие брови, к сожалению, вообще никак не держат, поэтому приблизительно более-менее хорошее средство это вот это. Сейчас на камеру оно будет выглядеть прям супер круто, потому что я прям зафиксирую брови, здесь у меня достаточно прохладно в кабинете, поэтому здесь все будет смотреться хорошо. Но учитывайте, что если у вас такие же жесткие брови, как у меня, то, к сожалению, если жара, по крайней мере, на мне, они слишком так же хорошо. Он срабатывает, но плюс за то, что он достаточно бюджетный, и здесь большой объем, в отличие от обычных келей, здесь, по-моему, да, здесь 30 мл. Так, дальше мне понадобится щеточка для бровей. Щеточка для бровей всегда должна быть чистая. У меня это из набора Бейли, они есть практически в каждом наборе. Также в комплекте с воском была щетка, но я ее уже когда-то сделала, и я вообще не помню, где она и что она, но она приблизительно такая же. Итак, что касается воска, я его набираю прямо отсюда. Он не высыхает, он у меня уже недели три, наверное, и все с ним в порядке. Я набираю много, потому что мне его нужно много, для того, чтобы прям сильно вверх положить. И начинаю зачесывать брови вверх. Я чуть-чуть сначала распределю его по правилам, и далее подчесываю все совсем, совсем высоко. И смотрите, вуаля, он очень изначально красиво их держит, и я предполагаю, когда будет зима и будут морозы, тогда все это будет смотреться хорошо. Но, к сожалению, когда такая жара, как сейчас, через пару часов все это начинает опадать. Ну, изначальный вариант, и если у вас брови не жесткие, а тоненькие, то для вас, я думаю, это будет прям супер. Супер хороший, супер крутой продукт, плюс он не глянцевый, я думаю, что заметно. И он не оставляет белого такого налета, неприятного, который, кстати, мой любимый гель от LN. Когда заканчивается банк, он начинает этот налет оставлять. И второй продукт, который я вам хотела показать, это маркер для бровей. Это также новинка для меня от производителя Диваша. Также заказывала его на Валдбрис, ссылку на все я буду оставлять, как всегда, внизу. Никакой комиссии я с этого не имею, я просто оставляю ссылки на то, что у меня есть. Вот такой оттенок, достаточно прохладно-коричневый. Он самый темный, у них всего три оттенка, этот самый темный, 0,3. И он без рыженцы, здесь чего рыжего нет. Здесь скорее, когда он начинает высыхать, что-то такое синевато-зеленое. В общем, для прохладного потона волос, бровей, по оттенку все прекрасно. Кисточка замечательная, достаточно тонкая. Но у меня такое чувство, что он какой-то подсохший, потому что он нехорошо прорисовывает мне брови. На второй моей попытке прорисовать бровь он начинает тупить, и он начинает просто пропадать. Мне его нужно либо встряхивать, либо на руке. Я обычно ставлю несколько точек, тогда он наживает. Поэтому, не знаю, отпишитесь, если пробовали у вас. Такая же история, либо все они такие, либо это только мне так повезло. Что касается моего любимого фломастера для бровей, это, естественно, Миша. Я вам сто раз показывала, у меня было два оттенка из их линейки маркеров, она у них только одна. Но так как сейчас ни Мишу, ни Сашу, ни Петю мы не можем ни откуда сказать, поэтому пользуемся тем, что есть. И давайте покажу вам, как выглядит Диваж в действии. Если потрудиться, если постараться, заодно сейчас мои брови прилегли, потому что по муску рисовать не стоит. Тогда еще все будет расползаться, а пост, естественно, на коже куда-то попал. И когда сейчас все в более-менее уложенном состоянии, давайте волоски прорисовывать. Так, смотрите. Вот я рисовала его дальше, а он не остановился на определенном моменте. Потому что все, все, вот, видите, все, он не хочет дальше рисовать. И я его обычно тогда, при том, что у меня новое, ему только три дня. И дальше я его просто оживляю на руке и продолжаю эту историю. Я продолжаю прорисовывать то, что у меня получается прорисовывать. И практически каждые две секунды мне нужно его оживлять, потому что он не хочет самостоятельно оживляться, поэтому не знаю. Рекомендовать его, не рекомендовать. По оттенку хорошо, по кисточке хорошо, но вот как-то странно он выдает продукт. Пишите мне, пожалуйста, если вы пробовали какой-то хороший маркер для бровей, который желательно можно заказать в Беларуси. Я буду очень прям очень признательна. И, в общем-то, это то, что я имею. Я прорисовываю где-то пять-шесть дополнительных вот здесь волосинок. Здесь в два раза больше, потому что у меня здесь такая залысина, что ли, в бровях. И это то, как мои брови выглядят. Больше я с ними ничего не делаю ни карандашом, дополнительными тенями, чем не прорабатываю. И я думаю, что результат очень виден. Они прям поднялись вверх. Такой лифтинг эффект создали. Мне нравятся пушистые волчьи брови. Как их не называют, называют их по-разному. Это мои личные предпочтения. Если вам не нравится, то можно эту часть пропустить, потому что на вкус цвет, как говорится, товарищей нет. Так, сейчас я то же самое сделаю. Со второй бровью вернусь к вам, и мы продолжим уже с косметикой для лица и для глаз. Так, девочки, с бровями разобрались. Это то, что у меня получилось. И давайте продолжать с макияжем глаз. На глаза я использую мои самые любимые жидкие тени, вообще, которые только можно себе представить, и которые я когда-либо находила. Это Luxe Visage. Линейка под названием Matte Tint. Я их смешиваю, перемешиваю разные оттенки между собой. Сразу на руке, на веках, где мне хочется. И получаются такие интересные полу-тона. Сегодня я буду смешивать, так как губы будут более розоватые, более розовый оттенок. Этот тон под номером 106 с моим самым любимым нейтральным. Этот тон под номером 103. 103-го будет побольше, 106-го поменьше. И я прям на веках их смешаю. И сюда вот этот нейтральный такой нюдовый оттенок. Он чуть-чуть тепленький, я добавлю розовинки. Так, и теперь кистью быстренько мне нужно проработать. Оба оттенка, они легко и достаточно перемешаются. И что-то интересное получится на веках. Я вам уже не раз такое показывала, что я смешиваю эти оттенки, этих жидких матовых теней. И получается просто красота неописуемая. И я их люблю по стойкости, по качеству. Потому насколько легко с ними работать. В общем, в них прекрасно абсолютно все. Они выносят любую погоду, любую жару. Не скатываются на веках. Никаких дополнительных праймеров, бас. Ничего под них не надо. Полностью все венки, все, что есть на веках, они перекрывают. И очень нежно, низкокоживающе смотрятся. И смотрите, получился такой кастомизированный оттенок. Он наполовину нейтральный, наполовину чуть-чуть с более розовым и более прохладным потоном. Еще, кстати, будет интересно смешать этот розовый оттенок с более прохладным... Каким номером? Номером 104. Он так и называется Cool Taupe. То есть прохладный серый оттенок. В общем, можно будет еще поэкспериментировать. Но пока мне все нравится. Глаза я оставлю. А так как есть, к ним я вернусь в самом конце. Потому что что? Потому что тушь я вам не показываю, как я наношу. Здесь ничего интересного. И также эти снички я обычно приклеиваю. Здесь также нет ничего интересного. Это долгий, мутранный процесс. Поэтому я эту часть пропускаю. И давайте переходить к макияжу лица. Макияж лица у меня, как и макияж глаз, летом прям минималистичный по максимуму. Потому что по жаре моя кожа, хотя она у меня сухая, она ничего не выдерживает. Поэтому я стараюсь не перегружать ее лишними средствами. Плюс в последнее время у меня очень много высыпаний. Поэтому опять-таки стараюсь по минимуму все делать. Кстати, я уже нанесла, начала наносить. Буду использовать шарлотту. Я вам рассказывала, что хочется мне ее закончить, пока срок годности не прошел. Это Hollywood Flowless Filter. Это база-луминайзер. Похоже, продукт есть у Ellen Pro. Это жидкий люминайзер. Единственное, что вы видите, здесь более прохладный оттенок. Но я с этой загаром, то есть я чуть, не чуть-чуть, а гораздо более загорелая, чем в обычном состоянии. Поэтому я думаю, что люминайзер от Ellen большинству подойдет. И таким же образом, таким же способом его можно носить. У них очень схожий финиш. И очень схожи они смотрятся на лице. Шарлотту пока я оставлю. Она не впитывается, она не оставляет потом никаких заморочек на лице. То есть не проблематично ее растушевать. Поэтому сразу же буду использовать консилер. Тональной основы сегодня не будет. Сегодня будет только консилер. Это производитель Catrice. Линейка по названию True Skin. Я использую либо этот консилер, либо консилер от Benefit, который называется, который, как называется, по-моему, Boeing. Они дубы такие. То есть они дублируют друг друга по своим характеристикам. Очень плотные. Достаточно матовые, такие вельветовые, матовые, приятные. И когда я не использую тональную основу, а когда использую только консилеры, естественно, хочется в некоторых местах чуть большей коррекции и чуть большего покрытия. Поэтому в таких целях, в таких днях, когда нет тональной основы, нет BB-крема, тогда у меня более плотный консилер. И здесь как раз-таки в плане плотности все хорошо. Я использую в большинстве его под глазами, потому что у меня здесь самые темные места. Также вот здесь циклную складку высветляю, потому что у меня здесь тоже, видите, такие тени затемнения. Чуть-чуть высветляю центр. Но здесь не очень-то светлый оттенок для этого. Но в принципе, в принципе, для ежедневного макияжа очень даже неплохо. Это оттенок, кстати, 0.10, называется Кул Кашмир. И также мои высыпания. Я стараюсь корректировать, где они у меня наиболее заметны. Так. И теперь я все это буду распределять. Консилер оставляю для того, чтобы он чуть больше схватился. А шарлоту, холивот флоу из фильтра, давайте уже растушуем. Я буду дуофиброй растушевывать. Так. Со второй стороны. Видите, кстати, зеленый такой тинт у меня на руке остался. Возможно, заметно будет на камеру. Это тинт от продукта для бровей. Поэтому он точно не рыжит. И если будет чуть-чуть на вас окисляться, на меня он не окисляется, то он будет ходить скорее в такой зелено-синий оттенок. Так, готово. Но шарлотта не то, чтобы дает покрытие, такое прям минимальное светящееся покрытие здесь. Но это скорее так. Скорее поваловаться. И что касается консилера, то я своей любимой кистью от Бейли. Здесь нет, по-моему, никакого номера. Она из набора. Я буду подтушевывать. И здесь уже не растягиваю, как шарлоту, а скорее на одном месте. Втаптываю, вбиваю все туда, куда мне надо. Опять-таки под глазами. Пускай пока побудет консилер. Тогда по максимуму кроющая способность его проявится. И стараюсь провести линию к виску для того, чтобы, опять-таки, и лифтинг легкий появился. И высветлить эту зону, потому что здесь у меня также, видите, мои венки, они здесь очень заметны. И я думаю, заметно, да, насколько хорошая кроющая способность у консилера, насколько он круто. Все маскирует. Дальше я пройду еще раз кистью от шарлоты для того, чтобы все чуть больше сравнять. И, в принципе, больше с лицом я ничего не делаю в плане кроющих продуктов. Дальше уже будет коррекция, дальше будет бронзер и румяна. Но вот это моя база. То есть все можно просмотреть, все можно увидеть. Единственное, что я корректирую, это прям крупные высыпания. И зоны под глазами, потому что у меня постоянные мешки, я вообще потеряла окончательно свой сон. И он ко мне приходит крайне редко в последнее время. Так, говоря про бронзер, давайте приходить к бронзеру. Бронзер у меня будет от Худы. Наш белорусский бронзер от Belour Design также можно использовать. Очень хорошая альтернатива. Но вот эти продукты, которые у меня такие более лакшери, я стараюсь закончить, по крайней мере, до конца этого года. Потому что у них уже подходит срок годности к концу. Им уже больше года в каждой из моих вот этих баночек. Поэтому не хочется мне их терять. И да, я их стараюсь использовать достаточно часто. Плюс, естественно, к хорошему быстро привыкаешь. И когда каждый день используешь Шарлотту и Худу, то уже не хочется потом использовать ничего другого. Что касается моего оттенка, то это оттенок под названием Flair. И я его сначала нанесу туда, куда мне надо. И далее уже буду подтушевывать. Опять-таки, это один из моих самых-самых любимых продуктов в категории более дорогой косметики. Шарлотта и вот этот продукт, это то, что стоит, если есть возможность попробовать, то во что стоит вложиться. Потому что все остальное, мои более дорогие тени и какие-то другие продукты, продукты для губ, все это хорошую лицензию можно найти и в масс-маркете. Но вот эти продукты, они действительно чуть ли более особенные в плане того, насколько легко они... Легко с ними работать, смотрите. Насколько легко с ними работать. Это просто что-то с чем-то. Здесь меня чуть больше, но я сейчас опять-таки кистью предыдущую подтушую. И насколько они красиво смотрятся, насколько они хороши по стойкости. То есть, как я сейчас нанесла, так у меня худо со мной пробудет до конца дня. И ничего с ней не произойдет. Румяна будут наши белорусские от производителя Белита, линейка под названием Белита Lab. Опять-таки, губы будут более розоватые. Единственное, более розоватые жидкие румяна у меня от Белиты, поэтому буду использовать их. Но я их не очень сильно люблю. Они проблематично на мне тушуются. Я их обычно на руку сначала наношу. Где-то вот столько. Сейчас вам покажу, как выглядит оценок. Вот так. И дальше с руки я буду переносить уже на кисть. Кстати, сейчас они, мне кажется, гораздо более такими жидкими и кремовыми. Возможно, от того, что на улице стало теплее. И как-то они разогрелись. И получше. Погучше ощущаются. Давайте возьмем чистую кисть. Опять-таки, это синтетика. И остатки я сразу же снимаю, потому что они достаточно пигментированные. Не хочется мне пятен оставить, потому что и так с ними немного пятен получается. Так, смотрите. Какой оттенок красивый. Но сам продукт на любителя. Хотя вот сегодня очень даже неплохо все. Хотя, видите, чуть-чуть есть такие места, которые не очень-то хорошо проработаны. То есть, такими, не то чтобы пятнышками, но где-то чуть более прозрачно, где-то чуть менее прозрачно все это смотрится. Поэтому я их немного недолюбливаю. И это все, что касается моего макияжа. Я его ничем не фиксирую, не закрепляю в паперах. Потому что консилер становится все более-более матовым со временем. То есть, он не скатывается. Давайте я передвинусь и фокус. И покажу вам, как смотрится моя зона под глазами и все остальное. Вообще ничего не скатывается. Все отлично. Ровно ложится. И так же все это будет смотреться. То есть, у меня никуда западать консилер не будет за это. Я его так же люблю. Плюс, как я вам показала, я думаю, насколько камера хорошо это передает. Здесь очень крутая, крутая способность. И последнее, что я вам покажу, это губы. Мою любимую губокомбинацию в последнее время, от которой я просто балдею. Это более темный карандаш для бровей от Belor Design. Обычно я использую оттенок Русс. Он у меня, если остался, то его осталось прям совсем. Да, остался. Смотрите. У меня его осталось прям совсем чуть-чуть. Потому что я им пользовалась очень много. Практически всю весну я одним этим карандашом для губ в качестве контура пропользовалась. Но сейчас, когда я чуть более загорелая, и от солнца, и плюс автозагар я использую, так скажем, два в одном. И на лето мне начали нравиться чуть более розоватые губы. Обычно у меня всегда это что-то более коричневое, либо рыженькое. Но сейчас, да, сейчас мне нравится что-то более розоватое. И мой любимый оттенок на данный момент это обычная помада. Обычная в плане того, что она не матовая и не глянцевая. Это такой стандартный вариант помады. Производитель Финель. И это оттенок под номером 24. Я вам сейчас сделаю сводч. И помады, и карандаша рядом. И потом покажу, как все это смотрится на губах. Так, смотрите. Это что касается карандаша и что касается помады. Очень симпатичная губокомбинация. Естественно, я все это втушевываю друг в друга, и тогда смотрится еще лучше. И давайте, давайте, в общем-то, это и сделаем. Я не слишком сильно на него надавливаю. Так, и сверху. Сверху я отступаю где-то на миллиметр за контур. Вы видите, да? Что-то это чуть-чуть я отступаю. Дальше, что я делаю, это края я не слишком хорошо прорисовываю, а лучше прорисовываю центр карандашом. То есть я добавляю тени еще сюда. Это я видела у какого-то американского бьюти, не блогера, а бьюти. Кого, кто делает макияж? У визажиста. У визажиста, который делал макияж на какой-то звезде. Вот сюда добавлял больше тени. И внизу то же самое дублировал. Помаду я наношу совсем чуть-чуть. Так. И теперь я ее буду втушевывать в карандаш. С помощью маленькой кисти. Это также набор Адбейли. Ссылка на все мои наборы, как всегда, есть в меню в описании. Так, девочки, и это все. Это то, что у меня сегодня получилось. Вот такой макияж с фокусом скорее на губы, чем на глаза. Очень простой, прям совсем простой. Минимум продуктов, по крайней мере, для себя я использовала. Что касается вообще летнего макияжа и макияжа в целом, я использую косметику и делаю макияж, потому что мне это нравится, потому что я это люблю делать, а не потому что мне хочется что-то скрыть. Для меня это скорее расслабляющий творческий процесс. Поэтому, если вы не носите косметику летом совсем, это отлично, это прекрасно и замечательно. Но у всех разные будут мнения по этому поводу, поэтому давайте, как обычно, я всех всегда призываю быть уважительными в комментариях по отношению друг к другу. На этом я буду с вами прощаться. Давно не было рубрики «Преступление макияж». К сожалению, сейчас у меня нет времени на то, чтобы какой-нибудь ресурч сделать, какое-нибудь исследование сделать хотя бы минимальное. Возможно, на следующей неделе у меня это получится, и на следующей неделе будет рубрика «Преступление макияж». Но загадывать не буду, ничего обещать не буду, по крайней мере, постараюсь. На этом точно все. Еще раз спасибо за просмотр. Все продукты, которые я сегодня использовала, я, как всегда, продублирую внизу в инфобоксе, поэтому, если что-то интересовало, то обязательно проверяйте инфобокс. Очень скоро увидимся в новом видео, и всем пока. До новых встреч.